здравствуйте итак доклад по беларуси закончил сегодня вывешу вторую часть для подписчиков на патреоне но хочу поговорить про интересную вещь это явление которое пока недооценивают и не до конца понимают и слава богу российские и белорусские пропагандисты но к несчастью не до конца оценивают и не до конца понимают оппоненты существующей власти ну и в том числе люди которые работают с информацией на украинской стороне видео назвал достаточно провокационно почему провалилась или проваливается пропаганда рф беларуси на первый взгляд ну как это проваливается если смотрим опросы от 30 до 40 процентов населения беларуси поддерживает россию с точки зрения эмоционального восприятия сочувствует 20 от 20 до 27 зависимости от опроса но с другой стороны если брать например данные то точно было русской энергетичной майстерни 50 процентов сочувствует украине войне но согласитесь с одной стороны много очень много тех людей которые живут в рамках вот этой вот конструкции идеологической либо информационной русского мира и вот с россией как светоча всего а с другой стороны если посмотреть открытость информационного пространства если посмотреть то как российская федерация активно работает то какие подыгрывает белорусская пропаганда на удивление мало и сюда же стоит добавить снижение уровня поддержки вектора интеграции то есть об интеграции уже раньше говорил до более 60 процентов белорусов традиционно говорили что не за интеграцию с российской федерацией а на этом как правило пропагандисты ставили точку потом а в российской федерации обратили внимание что что-то не клеится начали изучать глубже оказалось что под интеграции белорусы в массе свои понимают увеличение внешней торговли объема внешней торговли а вот практически аспекты типа там либо объединение в одно государство либо единая конституция единая внешняя политика тут уже от двух с половиной там до 10-11 процентов но 12 максимум это за совместно таможено и налоговое забавно но еще раз при этом 60 процентов было за россию а сейчас получается удивительная вещь что в общем за восточный век интеграции то есть интеграцию с российской федерацией по данным снова таки белорусской аналитичной майстерни от 40 до 46 процентов и эта цифра на в принципе стабилизировалась не растет сильно количество сторонников играться с европы но это принципе логично беларуси доминирующие все таки взгляды это евроскептицизм как бы там ни было вопрос нейтральность так или иначе зайдет только как 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 сформулировать я имею ввиду тем политическим игрокам тут им надо будет подумать а но поддержка интеграции с россией падает поддержка дальнейшего участия в дкб падает снова такие и аналитично мастер дает меньше 30 другие около 40 но в любом случае это не 50 странно еще раз учитывая то как палит российская пропаганда и в результате решил сформулировать пять причин по которым усилия российской пропаганды проваливаются часть из них лежит глубоко часть из них существовала всегда это одна из причин почему как раз таки и за вот такую реальную интеграцию поступало мало людей часть проявила сейчас и так что мы имеем а давайте начнем издалека а причины достаточно глубокие первое ну она влияет в меньшей ступени но влияет очень сильно особенно если мы говорим о войне войне с украиной россии история войны тут много общего восприятия войны у белорусов и украинцев и слишком глубокая разница вот так вот просто как пропасть а жители на российской федерации почему очень простой пример особенно люди моего поколения задайте вопрос вы семье помните всех бабушек и дедушек ну либо если ради ваши родители родились позже после после войны то помните всех ли прабабушек и прадедушек или значительная часть не дожила то же самое в украине то есть война прокатилась по этим землям и память о войне в той или иной мере даже если об этом не говорят а она это семейная память причем те кто прошел войну выжил они о войне молчали это семейная память вот ты помнишь вот вот это что такое для гражданина российской федерации память о войне ну какой-нибудь не знаю жители уссурийска хабаровскими там тамбова парад на красной площади победа беси и крик не можем повторить но если вот такая вот разная память согласитесь я не можем повторить это ура а для других это семей вот это то что сидит на подкорке это мало артикулирует но это работает именно поэтому база для антивоенных настроения беларусь весьма сильно на этом мало кто играет то есть как ни парадоксально белорусские власти пытаясь педалировать тему войны вот мы не допустим и защитим его нагнетая военную как бы сказать военную истерию это то что заходит с жизнью российской федерации а для беларуси многих это пугает напомню страх это одна из самых мощных эмоций сильно страшно не хочется идем дальше следующий пункт снова таки по ступени влияния ценности и ментальной особенности тоже скорее механизм российская федерация традиционно наступает на одни и те же графы то есть российские пропагандисты считают что жители всех стран вот соседних пособка они должны воспринимать мир и думать как русские вот и соответственно с точки зрения тезисов с точки зрения хитрости подхода либо оригинальной специализации потому что к людям надо обратиться на понятными не то что языке но языке ценности сказать так как они думают когда ты работаешь с пропагантой вот это к правилам игнорируются ну по принципу квадратным ездовым методом круглое носим квадратное катаем вот и вот этот вот решить данная часть людей вот посовка это заходит но все-таки ментально белорус отличается украинцев украинцы от русских белорусы от русских и вот иногда иногда игнорирование этих особенностей она проскакивает и нормально срабатывает пропаганда иногда протормаживает то есть излишняя эмоциональность например для белорусов это мало свойственно попытка посмотреть на все сверху что вы носители чего-то большого и единого мощного хорошо прекрасно а белоруссии сильные имперские на роте среди населения тоже нет значит это тоже мимо но с другой стороны вот так вот общие там по принципу напугать злобным западом частично заходит для тех людей кто не есть но вот массе своей уже есть притормаживание это оказывалось даже вот во время начала войны в четырнадцатом году когда сосуды называли так называемый крымский балкон что в российской федерации все ура крым наш а белоруссия имела ли право россия на сервис крым процентов на 20 меньше при том это это не совсем коррегировалось с демократически настроенными и вот эта истерия большая которая была которую нагнали которая россия осталась белоруссия потихонечку сползает то есть это было наносное и оно слетает тоже уже странно но это как раз таки вопрос о ментальных особенностях то же самое что государство будет заботиться типичный пример белорусские социологи год за годом последние пять лет говорили о низком уровне паттерналистских настроений о том что он падает еще к астричинский экономичный форум и дальше исследования это признавали даже государственные социологи что такое низкий уровень паттернализма нет надежды на государство есть ты сам считаешь сам хозяин своей жизни а как построена российская пропаганда государство всех защитит большая страна а если большая страна извините нужно как собаки пятая нога точно вот это несколько примеров и тут как раз таки это определенный шанс то есть да они ошиблись нам нам полегче но это тоже работает идем дальше следующий весьма весьма важный аспект это мобильность населения на первый взгляд ну какая разница мобильная не мобильная служить но белорусы вот до начала пандемии к видит нас лет 10 если я не ошибаюсь были лидерами по количеству шаргенских вис на душу населения давайте вспомнить съездят на закупы польшу в страны балтии попить кофе вильне люди с полесь и поехать на рынок хмельницкий приграничной области поехать в украину на отдых на первый взгляд какая мелочь ну подумаешь съездили там но человек видит как живут люди он может не разделять может по-разному относиться к полякам к литовистам украинцам по-разному но когда говорят как раз когда идет накал по войне вот условно смотрим на украинский кейс человек был в затоке в одесской области во львов многие ездили хмельницкий как раз граница центра и запада украины тут им говорят что там фашисты бандиты бендеровцы и вот среди статистически белорус который пару лет назад ехал ему хочется на море но сейчас блин война падлы вот он чешет шею дуба так во львове был фашистов не видел в митском был фашистов не видел в затоке тем более странно а где же они там вот и вот как раз таки вот эта истерия она тоже не заходит то есть снова таки учитывая менталитет подыграть улыбнуться белорусскую поверить нет то есть определенно еще раз определенная часть поверит вот об определенной части чуть позже но вот в массе своей основная масса она не поверит то же самое с поляками то есть да больше может не нравиться польские власти могут не нравиться но давайте вспомним еще советских советского времени с 80-х годов кто помнит да только открылись границы поговорочка была на русском на русском языке курица курица не птица польши не за граница то же самое насчет вильне могут по-разному относиться но видеть оттуда угрозу то да ну шо вот это как раз таки работает и тут как бы александр лукашенко его окружении говорили там что а чапоч нашу жемлю там и так далее там подобное ну пусть говорит человек соберется поедет вильнюю если виза есть и это работает это то чего немножко недооценивают соседние государства создавая проблемы с получением весну краски от народной дипломатии вот эта мобильность это прекрасно предохранитель который даже через два года он дает о себе знать потому что напомню двадцатом году массово поездки прекратить он все равно дает о себе знать и с другой стороны это же самая мобильность как и приезды граждан российской федерации являются одним из факторов уменьшения пророссийских настроений потому что любить можно можно вдалеке то есть когда есть сервизера говорят что россия это хорошо вот а русские носители света добра и все прекрасно пока ты их не видишь все прекрасно и тут они туристы прижать твой город с распальцовкой с криками тагилы с пьянками бухаловым и так далее и тебе становится некомфортно может так подальше причем заметно что-то это подальше даже отмечают где-то с год назад смотрел интересно был опыт тоже советую видеоролики русских которые переехали беларусь посмотреть ретроспективу вначале приезжает там да из большой россии и где-то через годик то он начинает давать советы своим было интересно то бывший военный с владивостока приехавший в блест вот у него такая проскакивает фраза через годик по-быстрому на про на перемотке посмотрел что но знаете русских особенно из москвы мы тут не любим все может себя уже пусть к месту он старается раствориться он понимает что на понаехавший вот это вот руссо турист она раздражает раздражает и местных а поскольку он хочет стать таким же она начинает раздражать и вот забавно вот вот эти вот переходы очень советую посмотрите то есть это не в одном ролике то есть это это реально есть раз за разом поэтому наилучшая прививка от русского мира от идеи интеграции с россией в данном случае при открытой границе с рф это российский ну и еще раз мобильный когда люди сами выезжают сами видят соседние государства то есть кроме русских я имею ввиду сами белорусы польша литуба так далее это дает как раз таки антивоенную прививку то есть можно по-разному относиться политически еще раз но ты видишь что оттуда угрозы нет да можно съездить покушать погулять скупиться завести контрабас конце концов потому что дадут давайте будем честными из выезжающих из беларуси процентов 40 этим занимается пусть по мелочи но снова но возят но ни в коем случае но не воевать поэтому это тоже дает хорошую прививку и она работает теперь наконец таки третье точнее четвертое и пятое вот тут вот я это объединил первое вначале поговорим о такой вещи как сегментация белорусского политического поля то есть это фиксируют все практические социологи то есть раньше только чатам хаос сейчас еще белорусско аналитично майстерни кому не нравится ведь эта социология посмотрите пожалуйста исследование по ценностному по ценностной матрице белорусского общества двадцатого года который проводит проводила сатью уже там говорили о четырех группах базовых на ценностном уровне это глубокий другое дело что он был не резкий то есть люди так подумали по-разному воспринимали не воспринимали но не враждовали друг с другом сейчас получается что раскол очень сильно углубился даже по идеологическим признакам то есть условно говоря хорошо сторонники россии как среди них есть как сторонники лукашенко так и противники такие яростные россии такие всегда было процентов 10-15 ну учитывая количество в том числе приехавших из россии российского меньшинства часть которого смотрит на скажем так историческую родину с придыханием то есть это нормально это приемлемо вот эти люди для них российские на россии заходят сторонники лукашенко ну естественно смотрим бт видим картинки про злобных фашистов верим александру григорьевичу тоже за вспоминаем 25 процентов из которых вот си плюс еще процентов 5 это как раз таки дополнительно это сторонники россии которые лукашенко не поддерживает остальное группе его поддержки и вот мы выходим на те же самые 40 но максимум 45 процентов которые показывают социология поддержка интеграции с россией с другой стороны 20-25 кто-то говорит 30 процентов ядра протеста там скорее наоборот и нейтральные группы различные а там снова таки мобильность и память право и традиционное недоверие политически вот вопрос раскола общества вопрос автократии либо авторитарного режима это привычка среди прочего жить в условиях цензуры и значительно часть населения привыкла черпать информацию из разных источников пусть не всегда думая о том что происходит но из разных и меньше верить телевизор это тоже дает свой результат и самое главное вот очень интересно на раскол общество накладывается раскол информационного а каждая из из групп она имеет свою собственную ну скажем так информационную матрицу информационный кокон если хотите которые не пересекаются об этом я говорил много раз еще раз повторю то есть есть условно говоря набор медиа которые смотрят активные сторонники протеста причем там все там и супрати и тихановской латушкой прокопе всех у каждого из них какой-то свой набор но более-менее не пересекаются то есть если человек читает смотрит читает радио свобода с большой вероятностью будет читать нашу ниву а если он смотрит если он читает зеркало тоже скорее всего или наша нива или какая-нибудь харци что-то еще будет то есть это все пересечения наложение аудитории будут ли считать эти медиа сторонник лукашенко нет а будут ли сторонники протестов смотреть белорусское телевидение читать советскую белоруссию вот вот вам классический пример информационного кокона и нейтральный групп который не воспринимают ни то ни то и очень маленькие пересечения об этом уже тоже было и видео говорил и в докладе написал то есть это цифра подтверждается нету пересечения и большое количество разных блогеров очень много людей в интернете и что получается когда мы говорим о пропаганде вот снова таки названием почему российская пропаганда про буксу пропаганда кроме тезиса кроме конструкции это средство донесения то есть ты должен иметь медийный какой-то ресурс либо не медийность мы говорим о слухах и так далее как донести а вот с донесением проблема то есть если твой канал не смотрят но вот совсем не смотрят любой будет знать что ты сказал я уже не говорю о том что поверил не поверил в этом пропаганда работает но она работает внутри кокона которым смотрят и то что пропаганда работает показывает определенный рост пророссийских настроений внутри смотрите общая группа российско настроенных настроенного населения падает внутри она становится более радикальной большее количество сейчас суммарно от всей популяции крайне по выборкам до 17-19 процентов тут или иной вариант а более тесная интеграция с россиями на политическом но внутри более радикально а общая группа меньше вот чтобы это сделать думаю не знаю впервые попробую это сделать думал как проиллюстрировать решил проиллюстрировать с помощью вот такой вот конструкции и так видите вода воде баночка подкрашена йодом вот условно говоря это группа пророссийско настроенных сейчас по площади это где-то около 60 процентов она светленькая теперь берем стаканчик из этой баночки часть переливаем стаканчик ставим эти части то есть общее количество меньше и ради интереса подольем йодик чтобы понять как это работает пожалуйста вот они радикальное настроение но в общей доле их меньше как бы они не бесились но их становится меньше вот это то что называется сегментация информационного поля и сегментация политических групп с одной стороны ситуативно сегодня это работает на стороне беларуси но от объективные интересы то есть российские нарративы вот вся эта чернуха она не заходит а с другой стороны с точки зрения стратегии работы на будущее вот и тут очень важно потому что вот понимание это как раз таки ключ тому что будет беларуси дальше когда у тебя есть есть несколько групп с такими коконами информационными победит тот кто найдет выхода на две-три группы я об этом уже так или иначе говорил но сейчас повторю еще раз когда у тебя одна группа ты проигрываешь когда другая пусть даже более легкая окрашенная но она есть вторая прошу прощения лазит ты побеждаешь это то что не сделала россия и слава богу что не сделал но это то с другой стороны что не сделал лукашенко и слава богу что не сделал и если смотришь по оппонентам это то что не могу сделать его оппонентами вот как раз таки вопрос не в том чтобы жить своей повестке вопрос не в том чтобы пережевывать это потому что тогда ты уподобляешься российской медиа то есть условно говоря в одной и той же пропагандистской матрицы ты через разные ресурсы ты бьешь по и так обработанному скажем так полю своих сторонников а те кто лежит вне этого поля они это воспринимают либо нету механизма понесения и вот как раз таки вопрос о пост войны вопрос белорусского политического протеста процесса прошу прощения это в том числе выход из этих резерваций кто первый с нормальными тезисами выйдет тот и будет в лучшем положении до самому этому самой этой группе придется измениться потому что нельзя просто выйти на какую-то новую группу которая свои ценности свои желания свои цели и просто проводить свою повестку нет придется трансформироваться и каким-то образом воспринять то что хотят эти люди поэтому выход происходит в первую очередь на более близкие группы но если ты не выходишь слава богу что сегодня проигрывает российская пропаганда до 40 процентов общих пророссийских настроений доживла отверстий это много 30 процентов условно говоря российской позиции в освещении войны это много вот они 70 не 8 российских и пока что процесс такой что вот российская резервация сужая будет ли она сужаться и разваливаться дальше зависит от того как будет работать найдут ли они выходы на другие потому что если нет увы выходить будет выбор другая страна на этом все видео понравилось лайкать расшаривать подписывайтесь на мой канал ставьте оповещение там колокольчики говорят что там надо чтобы канал продвигался делитесь этим видео кстати это помогает плюс позволяет и раскрутить канал и дает в том числе выход на новые группы а традиционно не верьте ни этому мыслу проверяйте каждую фразу каждый факт потому что можно соглашаться либо не соглашаться с тезисом после того кто в той же мере в меру наличие ресурсов времени изучил проблему и пришел к собственным выводам еще стоило вы думаете совпадать не совпадать но выводы должны быть твои потому что когда человек сам ищет информацию из разных источников он менее подвержен манипуляции вот как раз так сегодняшнее видео об этом что разные группы из разных источников когда человек менее подвержен манипуляции с большей вероятностью он будет успешным по жизни независимо от того чем он зарабатывает зарабатывает себе на хлебе просто потому что это любой еще человек и носим все еще раз спасибо что смотрели лайкайте расшаривать подписывайтесь на патреон поддерживаться подписка на патреоне потому что это стимулирует меня записывать новые новые ролики но и еще раз для моих подписчиков на патреоне сегодня вечером очередная часть доклада по белоруссии которую украиноязычной версии есть на сайте института будущего русскоязычным на патреон спасибо всего наилучшего счастья радость удачи мирного неба над головой